Проект постановления Крымского правительства о минимальном размере взносов на ремонт многоквартирных домов в Общественной Палате Крымской Республики вызвал немало споров. С одной стороны, минимальная сумма из расчета действия программы в 30-летний период должна была бы составить свыше 9 рублей. Но учитывая социально-экономические аспекты Крыма, как молодого субъекта Российской Федерации, в МинДЖКХ, к окончательному вердикту готовят сумму чуть больше, чем 6 рублей за квадратный метр. Тем не менее, эти деньги многие члены Общественной Палаты считают неподъемными для большинства крымских граждан. Как вариант, в Общественной Палате предлагают поэтапное увеличение этой суммы. Поэтапно. Я предлагаю, поддерживая Анна Тимановича, поэтапно, четко. Допустим, я, хорошо, пусть 2 рубля сейчас. Это детали. Нет, так поэтапно. Идея, я не знаю, что поэтапно. Поймите, поймите, если мы будем каждый год принимать, нас людям нет. А зачем мы сейчас пишем поэтапно? 2, 4, 6. Все, наше продолжение ясно. Такое предложение мотивировано тем, что далеко еще не все члены в составе Общественной Палаты Республики уверены в добросовестности освоения и накопления этих средств. Кроме того, числения даже 6 рублей за квадрат могут легко спровоцировать, если не социальный взрыв, то как минимум напряженность среди населения. Так как в конечном итоге люди захотят знать, за что они платят и когда именно получат обещанную услугу. Это все было понятно и справедливо. Чтобы у меня, как жителя, не возникало сомнений, что я сегодня финансирую кого-то, а результаты я, извините, в моем возрасте уже, может, и не увижу. Поэтому вот это момент, который я бы хотел со своей точки зрения сказать и обратить внимание, еще и еще раз подумать над этим. Потому что я абсолютно убежден, это будет вопрос звучать постоянно. С другой стороны, установить отчисления в размере, например, одного или двух рублей, значит существенно растянуть во времени программу капитальных ремонтов жилых многоквартирных домов в Крыму. Не просто на годы, а на целые десятилетия. Если вы внимательно посмотрели в цифры, то мы цифру показывали, да, расчетную, 9 рублей 15 копеек, а не 6,16. А 6,16 это уже с учетом социально-экономического состояния Республики Крым и так далее. Но каждый из вас живет вот в этих домах, каждый видит, какое у них состояние. И каждый из вас говорит неточные цифры. Возьмите точную цифру. У каждого из вас есть площадь квартиры, в которой вы живете. Возьмите рубль, который вы уже назвали. И посчитайте, сколько денежных средств вы наберете за год. Принимая во внимание все точки зрения, в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства все же считают, что поэтапное увеличение суммы отчислений на капремонты нецелесообразно. Так как в конечном итоге цена все равно будет расти. При этом время фактор также немаловажный. Вариант простой. Это как про тот хвост, который либо отрубать по кусочкам, либо сразу. Здесь действительно надо смотреть. Да, это будет несколько, может быть, шоковое. Может быть, надо пересмотреть эту цифру в сторону небольшого уменьшения. Но вот эти кусочковые видения, они затормозят сами работы и не позволят людям сразу сформировать свое представление об этом фонде и планировать свои какие-то траты потом. Потому что в конечном итоге этими деньгами распоряжаются жители. Тем не менее, прийти к общему знаменателю на нулевом чтении общественникам так и не удалось. Практически никого не устроили те приблизительные. Как официально признали это в Минжекаха расчеты. Так что пока сошлись на том, что правительство представит уже конкретные цифры, а в общественной палате тем временем изучит опыт других регионов страны и постарается как можно точнее спрогнозировать реакцию населения на такого рода нововведения. После этого обсуждение будет продолжено. Егор Петрунин и Евгений Стариков. Служба новостей ТВ.